Вы знаете, мы хотим говорить сегодня о довольно-таки большом историческом этапе, это же больше, чем тысячи лет, поэтому, конечно, это будет, если просто пересказать события, это будет не очень интересно, потому что в сегодняшний век информационных технологий мы можем информацию о фактах узнать сегодня нам, особенно вам, как молодежи, и мне тоже, как еще немного, уже не совсем молодежи, но интересно не факт, не столько сами события, сколько вот осмысление этих фактов, и мы немножко об этом поговорим, и вот для того, чтобы осмыслить такие события, церковные расколы, реформации протестантские, современные ситуации в протестантизме, все это мне очень близко и лично пережито, чтобы это осмыслить, нужно сначала избрать исходную установку, с какой точки зрения мы будем это рассматривать, чтобы увидеть что-то, не виданное нами прежде в этих событиях. И вот если мы возьмем мне, как бывшему у него протестанту, Библия не чужда, если мы возьмем, и тем более сегодня православному человеку, возьмем библейскую точку зрения, вот мы читаем, да, в книге Бытия, что, о том, что Бог, Он сотворил человека по своему образу и подобию. Вот некоторые отцы церкви, они говорят о том, что подобие, это нечто динамическое, это некая потенция, возможность человеку возрастать в Бога, соединяться с Богом, преображаться в его образ. И, то есть, человек, это существо, находящееся в становлении. Вот, интересно, это вступление, чтобы позицию занять, откуда мы рассматривать будем проблемы церковного расхода. Вот, человек, то есть, это человек, кто такой человек? Это мы с вами. Существа очень интересные. С одной стороны, мы уже человеки, с другой стороны, у нас задача стать человеком. И человек, он становится человеком, собственно, когда он Христу уподобляется. То есть, понимаете, человек, это не данность, это как бы заданность. Мы все время в таком состоянии. И вот, говоря об истории, давайте посмотрим на исторические факты, не просто как события, а человека в этих событиях. Потому что, когда произошло грехопадение, люди, они не потеряли, человек не перестал быть образом Божьим все-таки, правильно? И ситуация, вот это состояние существа, находящегося постоянно в становлении, которое хочет себя перерасти, превзойти, постоянно себя хочет. То есть, существа очень необычного в истории сохраняется. И мы посмотрим, как в этих событиях человек, в каком состоянии был. Вы знаете, в исторических ситуациях, вот особенно в периоде потрясений, в периоды каких-то кризисов, когда эпоха за эпохой, вот сущность человека раскрывается. Человек отечности, это другой человек, чем сегодня. Даже чувствует себя другим, определяя себя по-другому. Ну, например, во время отечности понятия Джек никогда не понимался как личность. У нас это странно может показаться, но это так. Люди себя как лич, они были личностями, но они себя таковыми не осознавали. И это удивительно для нас. Потому что нам трудно их понять, мы же сегодня все хотим личностями. А тогда это было иначе. Вот, когда человек оказывается в ситуации выбора, на распутии, то вот тогда в истории начинают обнаруживаться все его грани человека. У человека их много грани. Все измерения человеческие, которые в обычных, буднично-спокойных условиях, они незаметны, не выявлены. И этим исторический экскурс интересен. То есть мы поговорим с вами не просто об исторических событиях, а как в этих ситуациях человек раскрывался, раскрывался человеку навстречу благодати Христу. Потому что, если человек не раскрыт, то что он представит перед Богом? Кого? Если он сам непонятно еще кто? Знаете, человек должен сознательно стать перед лицом Божьим. Но возможность такую в истории ему предоставляют именно вот такие вот события различные. Кстати, не только в истории, но и в нашей личной жизни. Вот у многих из нас долгую еще жизнь впереди. И мы не знаем на самом деле, сколько нам пристроить жить, но мы будем более испытывать. Мы будем проходить через кризисы, через личные драмы, трагедии. И вот мы, проходя через это, мы и становимся, мы открываемся. И мы предстаем и можем стоять перед Богом такими, какие мы есть. Какие мы обнаружились в результате условий. Вот если на лимон сжать, оттуда вот сок вытекает. То есть его внутренность обнаруживается при сжатии. Вот человек, что-то подобное, чем он происходит в событиях. И мы вот акцентируем внимание на трех событиях, коротко, на церковном расколе XI века, на так называемой протестантской реформации, вот, и на современном состоянии протестантизма и неопротестантизма. Ну, церковный раскол 1054 года, понятно, что само отделение восточного христианства от западного, оно началось раньше. Да, оно началось раньше. И сам вот этот спор, который был поводом, да, этот конфликт между патриархом Михаилом Кирларием и кардиналом Гумбертом, ну, вот этот конфликт представителем Льва IX, он легатом его. Это сам конфликт. И вообще, вот, конфликт того времени, то, о чем говорили люди того времени, для нас удивительный. То есть, фактически, спор шел в тот момент о латинском и греческом обряде. И лишь обрисновке в Евхаристии использования, даты праздников, целибат священства. Ну, может быть, я какой-то неправильный, православный, но все равно. С моей точки зрения, батюшки меня потом обличат и поправят. Но, с моей точки зрения, послушайте, ну, стоит ли об этом так сильно ругаться? В конце, ведь суть не... Да, понятно, обряд тоже важная вещь, потому что в обрядах есть смыслы. И вот тут мы говорим, то есть, речь началась не о самих обрядах, о каких-то смыслах, которые, может, даже люди сами, но они даже не говорили об этих смыслах. В полемике зачастую просто об этих обрядах, и все. И неужели можно разделиться только из-за этого? Ведь, собственно, обряды-то появились, они до этого столетия уже была разница. И как-то ничего, как-то уживались, и вдруг что-то начало происходить, уже не могут ужиться. Но повод-то мизерный. Уже потом начали говорить о Филиокве. Потом. Тогда это сразу сильно много об этом и не говорили, а о разном понимании троицы. Хотя это было уже веку с шестого, где-то в Испании начали появляться эти вещи на Западе. Но в момент самого раскола это не во главу было не ставилось. То есть получается, что даже о примате Папы сильно тогда не говорилось. Вот в основном все эти два парения пошла вокруг обряда греческого или латинского. И этот факт интересен, как факт о человеке. Оказывается, люди ругаются из-за тех вещей, из-за которых мы понимаем сегодня, не стоило бы ругаться, но что-то другое, значит, имя двигало, что они не понимали. То есть, видите, человек, он для самого себя не всегда прозрачен. Человек, он оказывается, может быть, не выявлен, не раскрыт и до конца не понимать, почему для него вдруг вот это важно в обряде. И он будет насмерть стоять за это и готов поссориться, произносить анафемы, проклясть, разделиться. Но какую-то правду он для себя отстаивает, но это правда больше, чем сам обряд, она какая-то другая. Но она стоит за этим обрядом. Лишь только уже позже, во времена Григория Паламы, он пишет об исхождении этого духа, уже это осмысляется вполне проблема троического догмата Филиопова, исхождения духа святого, да? И лишь в 20 веке, ну, например, в богословии Владимира Лосского, да, вполне приходит понимание, что вообще-то это не только история троицы, это история о понимании человека и самого себя. Вот что такое догмата троицы. Но тогда они дрались за это до конца не сформулированными, не будучи способными еще это сформулировать. Слушайте, мы с вами глубже, чем мы о себе думаем. И когда мы брошены в историю, в одоворот событий, это постепенно раскрывается. Человек в истории – это человек в становлении. Мы, зная только об античном человеке, еще очень мало знаем в принципе о человеке. Но сегодня мы больше знаем вообще, что такое мы, что такое человек. И так, давайте глубже заглянем в корни этой схизмы. Ну, еще во времена блаженного, вот в богословии блаженного аппустина даже можно, например, заметить такие тенденции. Есть разница. Вот восточный подход, он заключается в том, что человек, познавая Бога, ведь если человек создан по образу и подобию Божию, значит, какое-то соответствие должно быть. Да? Удивительное, таинственное соответствие некое. И вот восточный человек, он думает так, познавая Бога, я познаю и себя. А западный человек думает немножко иначе. Это примитивно, я говорю, потому что это гораздо все сложнее. Я все специально упрощаю. И потом, я сразу хочу уговориться, вот сейчас, противопоставляя восток и запад, я буду утрировать немножко, потому что на самом деле это не географическое понятие. Даже внутри нас эти процессы идут. Можно в православной церкви найти западные тенденции, а в западной церкви православные веяния. Но на самом деле и внутри нас все это мы можем тоже находить, являясь православными. И так, западный человек, он восточный человек думает так, познавая Бога, я узнаю себя, встречаюсь с собой. А западный человек думает так, ага, если человек образ Божий, значит узнавая себя, я узнаю Бог, буду узнавать больше Бога. И так, вот этот изначальный акцент, как я сказал уже в богословии Блаженного Августина, можно заметить, но акцент на, как человек, исходная точка, знаете, позиции, с которой мы начинаем на западе. И во времена Блаженного Августина это еще ничего, потому что это уравновешивалось в целостной церкви восточным подходом. И в целом было это нормально. Но вот мы только начали говорить об этом, но сразу посмотрим на историческую перспективу, постепенно отделяясь, не будучи уравновешенно Востоком, да, восточной традицией. Вот этот подход, если я образ Божий, значит узнавая себя, я узнаю Бога, начавшийся еще давным-давно, где-то во времена Августина, в 19 веке, например, философии Фейербаха, закончился другим выводом. То есть это линия, которая постепенно гнула в этом направлении, закончится другим подходом. Он говорил, этот философ 19 века, что, ага, если я образ Божий, что это значит? Ну это значит, что я создал Бога по своему образу и подруге. Да, Бог, мы, да, правы христиане, мы образ Божий, но не Он нас создал по своему, мы Его создали. То есть вот эта тенденция, когда точку отсчета брать с человека, взятого самого по себе изолированного, она начавшись вроде бы с таких каких-то тонких течений, она завершается, когда человек стоит уже не перед Богом, а стоит сам по себе. Вот, и, например, вот эти тенденции, они начались на Западе, да, в которой впоследствии, и это, знаете, люди это интуитивно, даже не вербализируют, они это ощущают, эту разницу всегда ощущали, как-то это происходило. Дальше. Проблема, проблема философа, проблема исхождения Духа Святого. Я сказал, что это ведь не только проблема троическая, троического богословия, это проблема антропологическая. Вот смотрите, что такое отец, сын и Святой Дух? Это не социальные роли. Вот если мы будем судить о Боге по себе, мы скажем отец, сын, ага. Ну, мы же понимаем, что такое отец, и мы понимаем, что такое сын. Это социальные функции, исполняемые в семье. И мы переносим это на троиц, как социальную функцию. А у Бога это не социальная роль, это имя. Отец, сын, это уникальные имена. И когда мы говорим о Духе Святом, который исходит от отца, это отец безначальный, родивший сына, сын, рожденный от отца, и Духство исходящее, мы сейчас формулируем имена, мы произносим имена Бога. И если обнаруживается, в чем особенность имени? Оно уникально. Для нас это тоже непонятно, ведь меня зовут Юрий, и кто-то здесь есть еще Юрий. Юрий Филев, нет? Водитель, да, водитель, водитель Юрия. Ну, вообще-то, Юрий Филев много, да, то есть, получается, что для нас имя, мы не понимаем, что имя, это уникальное, нет, это имя, оно указывает на уникальную личность, неповторимую. Для нас имя не обладает таким, мы открываем Святки, собираясь крестить ребенка, я живу сейчас очередного ребенка, наконец-то мальчика мы ожидаем, жена в декабре, мы открыли Святки, посмотрели, и нам понравилось имя Феодора, который примерно близко к Феодору, мы решили так его назвать и крестить с этими именами, Федя будет у нас. Но, понимаете, ну, Федоров много, но мы-то понимаем, что это уникальная личность будет, как и каждый из нас, да, вот, но мы, называя имена людям, не до конца можем это улавливать, но когда мы переносим это, мы не можем так же на губы перенести, имена Отца, Сына и Духа Святого уникальны, и когда мы начинаем объяснять уникальность этих имен, этих личностей, то если Святой Дух исходит и от Отца, и от Сына, мы нечто теряем, вот, именно мы нечто теряем, мы теряем измерение уникальности, потому что тогда Отец, Он рождает Сына, Сын, Он рожден от Отца, но и Отец, и Сын, они изводят Духа Святого Опа, как бы, но, понимаете, речь-то не о функциях, речь-то не о природах, в данном случае речь только об именах, а уникальность тогда исчезла, некая грань уникальности начинает пропад теряться, вот это важно, если теряется вот это ощущение, то есть, знаете, что дало христианство, вот, откровение Троицы, впервые, осмысливая откровение Троицы, человек, собственно, и это общепризнанный факт, начинает сам себя осознавать личностью, поэтому античный человек себя личностью не осознавал. Но если есть проблемы в понимании трех лиц, три единого Бога, то это переносится, проблема переходит на понимание человеком собственной личностной уникальности. Если некая уникальность теряется в Троице, она теряется и у человека, и что тогда остается? А тогда остается не личность, а индивидуум. Поэтому мы видим сейчас тенденцию такой индивидуализации западного общества. Видите, личность и индивид — это не одно и то же. Они во многом даже противоположны в чем-то. Но скорее они не противоположны. Личность не отрицает индивидуальность. Она, это, это личность, это о человеке совершенно на другой глубине, понимаете, и совершенно в другом измерении, когда мы говорим о личности. И вот поэтому на Западе, например, в философии Боэляция, человек начинает именно осмысливаться, личность осмысливаться в плоскости просто индивидуальности. И мы начинаем что-то терять. Вот, а на Западе, а на Востоке что? Ну, а на Востоке что? Там в это время особо ничего. Понимаете, о личности вообще трудно сказать. Там такое тишина, просто молчание. Личность ее трудно выразить. Восток больше занят не высказыванием о человеческой личности, о Троице, о Бога человечестве и так далее. Вот, и так. Дальше. Ага, если человек, это образ Божий, дальше идет. Значит, человек, существо разумное. И вот Восток говорит о том, что если человек, существо, в чем наша разумность? А святые отцы согласны всем, что наш разум, это одна из грани образа Божия у нас. Ну, а что такое наша разумность? Ну, это способность Божественное Откровение принять. Апостол Иоанн говорил, что Сын Божий дал нам свет и разум. Свет, откровение и разум способны это Откровение принять в человеке. И, а Запад говорит по-другому. Ага, если человек, это не совсем личность, а индивидуальность, я все утрирую, чтобы было понятно, понимаете? Я никого сейчас не цитирую из западных богословий, просто какие-то вот тенденции пытаюсь высказать. Если человек, просто индивидуальность, то, ну что же в человеке главное? Потому что личность, это весь человек вместе. когда все собрано воедино. А если человек индивидуальность, то он состоит из разных частей. И какая-то часть должна быть главной. Хорошо, тогда главное разум. И разум без личностного измерения всегда становится рассудком. А рассудок это логика. Понимаете? Разум больше, чем логика. Но когда мы переходим на плоскость индивидуальности, то разум становится рассудком и логикой. И тогда западный человек говорит, ага, если главное в человеке это разум, читай, рассудок, логика. А человек создан по образу и подобию, и главное разум в этом образе и подобии, значит, евангельское откровение мы можем доказать логически. И Фома Аквинский это делает с очень добрыми намерениями. Миссионерски. Он хочет мусульман переубедить, еще кого-то убедить. И он доказывает евангельское откровение логически. Вроде хорошее дело. В чем? А подвох-то в чем? А подвох здесь огромный. Это мина замедленного действия. Смотрите, что происходит. Откровение свыше становится на фундамент человеческой логики. И пытается, то есть берут это евангельское откровение божественное, и пытаются поставить на фундаменте логики. Получается разум фундаментальнее, рассудок, нечто более фундаментальное, способное доказать. И почему я говорю, что именно это мина замедленного действия, а потому что это возможность уже, а кто говорит, вы виноваты Фома и Аккинского, это уже возможность будущего перехода от евангельского откровения к, если разум в пословии откровения лежит, к религии естественного разума. А от религии естественного разума переход вообще разума без религии. И еще только там 11, 12 век, 13, но это уже, это уже, эти тенденции уже начались. И Восток, он их отвергает. Восточный человек, он этого не воспринимает, таких вещей. Но на Западе такие тенденции происходят. И вот, и смотрите, это возможность будущего бога отступничества, если разум человека в основе даже религии, то слушайте, мы по разуму можем устроить свою жизнь, тогда я вся при религии, он же в основе всего тогда, понимаете? И вот мы пытались это сделать. И человеку эти возможности однажды были даны такие, заложены такие возможности отступления. Ну а мы с вами говорили, что история, что такое? Это когда все возможности, заложенные в человека, они всегда реализуются. И это была реализованная возможность устраивать жизнь по своему уму без евангельского откровения. Человек этими возможностями воспользовался по полной программе. Он до самой, мне кажется, до самой глубины исчерпал уже эти возможности. Он настолько только можно попробовать было, он попробовал и испытал. И продолжает главное, самое главное это делать до сих пор, продолжает устраивать жизнь по своему уму, независимо от Бога. И еще один момент я хотел бы рассказать тех тенденций, которые происходили в те даюкие времена, то есть все, что стояло за спором об обрядах, понимаете, за спором. Эти глубокие тенденции, которые в то время, я думаю, сами люди не осознавали. И лишь со временем в истории вплоть до сегодняшнего дня их формулировали постепенно. Еще одна возможность. Послушайте, если человек образ Божий, Бог же творец, значит, человек тоже некий творельщик, творец. Человек-венец творения, и если человек-венец творения, то смотрите, как Восток понимал роль человека. Человек, будучи венцом творения, он все творение, задача человека, миссия, все творение возвести к Создателю. Такая задача виделась, такая точка зрения на человека виделась с Востока. Западная точка зрения немножко другая. Если человек-венец творения, и тоже в каком-то смысле творец, как образ Божий, значит, я могу творение изучить и использовать для своих желаний и нужных. Опять я утрирую, но мы видим один подход. Скажем так, спасительный, я часть творения, венец, и моя задача вместе с собой во Христе творение возводить к Творцу, своей жизнью, и своим отношением. Вы знаете, даже например, об этом говорил Максим Исповедник, уча о логосах божественных, о смыслах, которые заключены в Творе, когда человек познает, вот смотрите, восточное отношение к познанию мира. Когда человек познает мир, он с эти логосы божественные в Творении их усваивает, с ними соединяется, и тем самым Творение объединяет вокруг себя, и спасает сам, спасает Творение, понимаете. Вот отношение, вот такой вот научный подход, да, подход к познанию мира. Вот. И другой подход, изучить, чтобы приспособить для своих целей, для удобства, комфорта, желаний своих, удовлетворить все желания свои, то есть подход потребительский, да. Вот. Опять же, это не значит, что на Западе все ученые вот так вот мысли, а на Востоке особо твоей, честно говоря, науки там сильно большой. Ну, не будем унижать восточных ученых, но она больше, если говорить о научно-техническом прогрессе, все, что на Востоке, это отголосок западного прогресса. Оно так, действительно. И, посмотрите, но это не значит, что на Востоке такое очень доброе отношение к твари, а там потребительство. Я говорю о неких тенденциях, которые заложены. Вот все эти тенденции можно в себе найти. Это не географические понятия сейчас в данном случае повторяю. Итак, мы видим, что, вот смотрите, все эти темы, человек, проходя через историю, да, через исторические события, расколы, потом реформации, мы сейчас о ней поговорим, человек, он осваивает себя самого на самом деле. он осваивает себя как личность и делает вывод о себе как о личности. А вывод разного может делать. Он может говорить, я по образу Божьей уникальная личность, или он может сказать, я индивидуум и главный во мне рассудок. Это не одно и то же. Человек обсуждает проблему свободы. И что с этой свободой делать? Человек осваивает проблему власти. я раз образ Божий, я маленький творец, так, что мне натворить? И он к природе либо как потребитель подходит, либо использует свою власть, чтобы ее себя и весь мир принести в предлецо Божье. И это наконец проблема любви также. Вот все эти вещи свободы, власти, все эти вопросы любви, личности, человек раскрывая свои потенции, он делает выборы в ту или иную сторону на протяжении истории в этих исторических событиях. И я говорил о западных тенденциях, которые вот как раз они и вообще я думаю, что вот эти проблемы, о которых я сейчас говорил, они собственно реформация, которая была в 16 веке, в начале 16 веке, когда Мартин Лютер в 2016 по-моему году прибил на Витимберский кафедральный собор с 25 тезисов, это и была попытка решить эти же проблемы, неудовлетворенность, как в католической церкви они решались. Хотя сам Мартин Лютер мог это до конца не осознавать, так и реформулировать. Это мы сейчас так вот это осмысливаем все. Он проще, ему не нравился индулгенцем. Ну что, если за побор ты знаешь, что ли? Вот. То есть очень просто. Если мы 95 тысяч прочитаем, он, собственно, даже против прямо власти папы не, собственно, и не вначале, и не возражает. Он надеется, что папа тоже его поймет и, в принципе, какие-то исправления внесет, но этого не произошло. Итак, и протестанты, и католики, они решали вопрос свободы. Они эту проблему свободы проживали. Вот вовлеченные в историю эти люди, но они решали ее по-разному, делали разные выводы. В католицизме в то время не было политической свободы, да? Власть папы. Но в католицизме была свобода все-таки, она была иная, она была экзистенциальная. Пожалуйста, свобода творчества, только не трогай догматы, потому что на догматах, на идеях зиждилась власть папы, собственно, во многом. Поэтому это было, поэтому не трогай. А в остальном твори, твори, пожалуйста. И мы видим эпоху возрождения, просто какой-то взрыв творчества происходит. Но интересное наблюдение я прочитал у нашего заведения философа Лосева. кстати, тайный монах, примевший постык на Афоне. И он интересно в своем таком толстом труде по эстетике античного мира, а, эпохи возрождения, извините, он сделал такое наблюдение. Он говорит, удивительная вещь, которой ученые еще пока на которые не дали ответ. Эпоха возрождения, когда мы видим всплеск творчества, великие взветы человеческого гения, Леонардо да Винчи и все такое. И в это же самое время самые темные стороны человека, самые ужасные беззакония, грехи, все, что страшно и стыдно и ужасно, все это со страшной силой вылазили на поверхность. Он это из как историк и констатировал этот факт. На самом деле человек имел огромную свободу и он пользовался свободой в разных направлениях. Грешить, творить или еще что-то делать, делать хорошие вещи. Любые. Протестантизм такой свободы испугался. Поэтому, кстати, протестантизм очень скуден на, например, на какие-то творческие какие-то достижения. Та эпоха, я имею ввиду. Лютер в споре с Иразовым роттердамским католическим мыслителем они спорят о вопросе свободы воли человека. И Иразов, который, казалось бы, живущий под диктатом Павла, он говорит, что этот человек свободен. Делаешь, твори. Да мы можем многое, ну пусть не все, но очень многое. И Лютер, протестант, который свергает себя тиранию Попы Римского ради политической свободы, в то же самое время в плане внутренней свободы, говорит, да нет, мы такие грешные, что вообще выбрали, как мы его нет. Мы вообще ничего не можем делать. Все бесполезно. Вот. То есть, вот удивительно, что он совершенно по-разному. То есть, они в разной сфере признавали или отрицали свободы в разных сферах. Но это всегда было, это всегда было поиск и размышлений человеком о свободе. Слушайте, люди, но мы ведь и сегодня, каждый из нас в такой же ситуации. Что происходит с нами? Мы с детства пытаемся понять границы своей свободы. Первые трехлетние, я сам, я хочу. Потом подростковая, мама, это моя жизнь, не вмешивайся. Вот. На самом деле, вся человеческая жизнь это испытание границ своей свободы. Мы так устроены. У нас есть свобода. Но как ей распорядиться? В какую сторону жить? Понимаете? Как это судьбой распорядиться? Это уже каждый болезненно, тяжело, но решает сам. Вы прямо сейчас решаете эти вопросы, может быть, даже не всегда осознанно, но иногда и более осознанно. И протестантизм это реакция на человекобожнические тенденции в католицизме. Ну, как могли, отреагировали, хотели как лучше, но получились как всегда. Вот. И вы знаете, но с другой стороны протестантизм, он преемник католицизма. Например, человеческий индивидуализм, который, собственно, принимался и в католицизме, в протестантизме доводится до предела. Ага, если я индивиду, то есть, если измерение личности потеряно, я только индивиду, тогда что? А тогда? И, кстати, отступление. Когда сегодня люди говорят о личности, о свободе, в 90% случаев не о личностной свободе, а индивидуально. Вот. И если я индивиду, значит, ага, я индивидуум, это первое человеке знание, которое было в то время. Второе, человек, это главное, что? Рассудок. То есть, большая голова в человеке, логика. А, если рассудок и индивидуальность, тогда что? Тогда таинствам не нужны, они рассудком необъяснимы. отбрасываем. Тогда предание не нужно, а с какого, с какой стати? Я буду, как индивидуальность, я сам пойму Библию, я сам буду читать, и это, в принципе, оно неплохо. Это главное, до крайности не доводить. Тогда предание не надо, потому что вот я, индивидуальность, вот мой рассудок, образ Божий во мне, и вот Библия. Зачем мне Папа Римский, зачем мне Церковь, а зачем мне Священник? Я так, сейчас почуну, все понятно, все буквы знают, слова известны мне, я могу все понять, и человек читает. И поэтому уже такой протестантизм. Это, когда взяли и какую-то, взяли правду, да, не было, ее урезали, и так и правда остались те осколочки, ну, тот кусочек, который более-менее еще раз сутком в три закона логики укладывается, знаете, урезали, уложили, а остальное осталось за пределом, потеряли, богатство потеряли, вот, поэтому вот это беда, конечно, протестантизма, и вот что с ним произошло. И, и если раньше авторитет был у Папы, да, то теперь у кого авторитет, тогда авторитет у Библии. То есть, авторит, ну, понимаете, вроде бы это красиво звучит, так, ну, свято звучит, но, а вообще-то, тут надо бы о Христе говорить, а не о книге, и не о тексте, хотя она действительно богодухновенная, но нужно-то говорить о Христе, о его теле Христовом, в которой есть церковь, вот, а мы говорим о авторитете текста, это совершенно иной способ существования христианина, вот, об этом, кстати, очень хорошо говорил в нашем, из-за тех хомяков о понятии авторитета и так далее, и вот, мы видим, что происходит в протестантизме, бесчисленный росток, ну, что посеяли, то и пожары, бесконцентно, если каждый человек сам теперь понимает Библию, то мы с тобой никогда не согласимся, и мне, ты создаешь свою, конфессию, кто я свою, и будет, кто твою точку зрения примет, а кто мою, вот, и поэтому даже я перечислять не буду количество, сколько у нас существует конфессий, их очень много, вот, но важно, что понимать, что в девятнадцатом веке пришел такое историческое, это не событие, такая тенденция началась в истории человечества, которая называется кризис рационализма, понимаете, это проблема, потому что протестантизм возник именно как религия рациональная, и он был естественным продолжением процессов, которые были в католичестве, когда мы рационально пытались доказать Евангелие, рациональными аргументами и клали рацию в основу откровения, вот, но девятнадцатый век люди постепенно стали в силах своего рассудка разувериваться, разувериваться. Возникла, возникла психоанализ, Зигмунд Фрейд, оказывается, в человеке столько всего, не рассудочно, а он сознательный, ой-ой-ой, Зигмунд Фрейд, возникает, был там философ Шопенгавер, он говорил о мире как воле, что в мире превалирующая сила неразумная, законная, а сила желаний, воли, стремления, можно сказать, например, о о ком еще, о Низше, вот, и смотрите, если Фейербах сказал о том, что окей, человек это образ Божий, хорошо, но он взял это перевернул и сказал, но на самом деле это нужно так сказать, что не Бог создал человека по своему образу, а человек создал Бога по своему образу, то есть, да, Бог есть, но просто идея человеческая, и все, а Низше сказал просто, ну, хорошо, тогда Бог умер, и, знаете, и 19-й век был еще связан с тем, что, что люди предчувствовали наступление, вторая, первая мировая война давно разразилась в начале 20-го, но, предчувствие этого, катастрофы, что все рушится, все не так, как мы это себе представляли, люди переставали верить во всемогущество рассудка. Протестанты на это отреагировали. Легко и просто. Для протестанта именно в конце 19-го, в начале 20-го века появляются неопротестантские тенденции, как пятидесятничество, например, или там в 19-й веке еще адвентизм, где выходят во главу главу, не столько логические аргументы, сколько чудеса, сверхъестественные переживания, пророчества. И неопротестанты, они со страшной силой, то есть, понимаете, если таинств нет, если ощущения чуда в самом себе, как своей уникальности перед Богом нет, понимаете, у православия никогда не было проблемы с чудесами, они не всегда были, вот. Но, понимаете, когда человек себя уже как чудо не воспринимает, потому что рацию, это не чудо, там все понятно, а когда человек как тайну уже в себя не загляд, как великую тайну, то тогда а в разуме уже разочаровался, то что нужно? Ну, нужно, чтобы какое-то основание для жизни было, нужно чудеса, нужно какие-то сверхъестественные вещи. Потом, в 20-м веке человек, испытывает, переживает ужасы тоталитарных режимов, да, там, фашизм, коммунизм и так далее. Ну, слушайте, когда индивидуальность человека была уничижена, когда коллективное подавляло индивидуальное, и в ответ стремление естественно стремление людей свою индивидуальность наоборот утвердить. В протестантизме то же самое, люди ищут не только чудес, но и второе, они ищут каких-то особенных личностных переживаний, они хотят испытать что-то, они хотят ощутить себя свою, независимую от догматов, свою какую-то некую индивидуальную реальность, бытийственность, каких-то ощущениях. Им важна не просто религия вероучения, им важна религия вот индивидуального переживания какого-то, чтобы почувствовать Бога. И это в принципе само по себе неплохо. Понимаете? Само по себе это правильно, но когда это становится целью главной, происходит какое-то искажение. Вообще я хочу сказать, что в неопротестантизме, а знаете, они, не надо из них страшилку делать. Это люди, во многом хорошие люди, они ищут ответы на те вопросы, которые жизнью ставят о себе. И они какие-то находят, они могут быть неправильными, но это всегда нахождение ответов на какие-то свои вопросы. Всегда. Поэтому, знаете, что мы можем противопознательно общаемся? Мы можем только свой опыт богообщения. Вот и все. Эти аргументы на уровне логики для неопротестанта они не так актуальны, потому что неопротестантизм это во многом современное явление пострациональное, то есть после кризиса рационализма. Современный мир, он уже не мир рациональный, как бы рациональности, где в угловую была ставится логика. Поэтому много разных спиритизма всякого, вот этого всего прочего. И современный человек, вот мы сейчас с вами в этой ситуации, современный человек, он продолжает эксперимент с чем? Со свободой, с любовью, с властью, с личностью. человек продолжает эксперимент, человек, вся история, человек пытается становиться, человек ищет себя. Вот с этой точки зрения я просто вам как вызов бросаю, вы можете, если кто-то из вас интересуется историей, вот начать с этой точки зрения историю исследовать. Как эксперимент человека над самим собой, перед Богом. Когда человек пробует все свои возможности, доходит до грани безумия, до предела возможной мудрости также, до грани тьмы и до высот святости, то есть люди свои лимиты пробуют и вот что из этого получается, и вы пробуете, главное пробуйте, ну, хотелось сказать, пробуйте в правильном направлении, но ведь не навяжешь человеку ничего, да, и сегодняшнее богословие, например, вот мне нравится пример митрополита Антонио Сурушеву, в чем, он пытается, вот когда-то что происходило, когда, например, великие гипотокийцы, другие богословие, они что делали, они понятие того времени пытались преобразить в свете христианства, да, вот то же самое сегодняшнее понятие, такие, как, например, быть собой, познать себя, хотя оно древнее понятие, но в принципе, самореализации, не нужно этого бояться, как чего-то, нужно это осмыслить в свете христианской, светоотеческой традиции, все вот эти, что такое личность, вот проблемы свободы человеческой, их надо выцерковить, их надо осмыслить, вы скажете, но это уже все осмысленно, вы знаете, я думаю, что это продолжается, потому что, если мы с тринитарными, христиологическими догматами, все разложили по полочкам, но с экклезиологическими вопросами церкви, а особенно антропологическим такой человек, все еще открыто, и все еще дискуссия идет на эти темы, и здесь церковь должна говорить с миром об этом, и не то просто говорить, мы сами, каждый из нас ходячий эксперимент и опыт, у нас вся жизнь крылья, и мы можем сделать из себя, понимаете, вот человек, он в том человек, что должен сделать из себя человек, перед Богом, с благодатью Христовой состояться, превзойти себя, возрасти, и все как бы впереди, все возможности открыты, и сегодня человек, он как бы находится на холме и обдувается со всех сторон ветрами, и человек, как сегодня пробует лимиты свободы, смотрите, человек говорит, а, хорошо, сегодня, это тенденция сегодняшнего неопротестантизма, человек говорит, а, хорошо, а, что такое семья, вот на днях в Германии закон был принят, что семья, это не только оказывается мужчина и женщина, это не важно, но кто-нибудь вместе, вот, это семья, вот недавно, вот на днях, я прочитал в информационной рейтинге, теперь и Германия тоже, ага, хорошо, человек, смотрите, давайте посмотрим, как это происходит все, Максим Исноведник говорит, как понять вообще, нужно уловить божественные смыслы, логоса, заложенные в вещах, а если Бога нету, если человек сам стоит в одиночку, он говорит, там никакие смыслы не заложены, вот я сам заложу смысл, какие захочу, видите, это разный подход, вроде одно и то же, творчество, познание, свобода, но совершенно разный подход, первый человек точка отчета, в другом случае Бог точка отчета, и в одном случае человек говорит, а, а узнаем-ка я, какой смысл семьи, какой божественный логос заложен в него постигнут, троечек, а, я сам решу, это я решу, что такое семья, вот, потом, более того, человек сегодня, завтра, решает, нужно дать должное, не все новопротестанты эти тенденции поддерживают, там тоже разделение, естественно, знаете, человек всегда свободен, они, не все согласны с этим, но все равно, такие тенденции есть, человек говорит, а вообще, подожди, подожди, а я вообще решу, а я мужчина или женщина, кто сказал, что я мужчина, давайте я сам буду решать, так подумай, кто я такой, то есть, то есть, свобода, наведенная до абсурда, свобода без Бога, а действительно, а если Бога нет, позвольте, позвольте, тогда я сам, весь мир буду наделять смыслами, я не буду их открывать в мире, а я буду сам их наделять, я решу, кто я такой, отстаньте от меня, вот, и, смотрите, как сегодняшний человек, но, почему человек, вот сейчас, вот поймите меня правильно, почему человек это делает, а потому что в человеке есть Божий образ, свобода, это не отъем, мы не можем отнять, мы не можем запретить человеку, и сказать, так нельзя делать, он скажет, почему нельзя, а кто мне запретил, я решил, что я не, например, что человек говорит, я решил, что я не мужчина, а женщина, и что, кто мне запретил, я буду жить как женщина, думать как женщина, вести себя, одеваться как женщина, но ты говоришь, так нельзя, это неправильно, он говорит, а кто бы сказал, что правильно, что неправильно, мы, нам кажется, это абсурд, но даже этот абсурд, даже это беззаконие, даже все мерзости человек может делать только потому, потому что он образ Божий, потому что в нем свобода. Образ Божий — это в том числе свобода, которую дал нам Бог. И обратите внимание, на каждом шагу Бог тебя не поправляет, не отдергивайся, опять не так. Так же он не делает. Сколько мы дров наломали уже в жизни успели? Хотя вроде молодежь собралась, но мы же понимаем, что мы что-то уже неправильно делали в жизни. Ну почему? И Бог нас не одергивал в тот момент, Он разрешил нам ошибиться. Почему? А если бы Он нас одергивал и не давал нам этой свободы, мы не были бы образами. И вот этот образ Божий тайна в нас. Это в наших руках. Как мы этим распорядимся? В какую сторону мы будем жить? Направим ли мы это к Нему и будем стоять перед Него лицом? Или же мы будем стоять без Него, одни в этом мире? Ну, пожалуй, это все, что я хотел сказать и вопрос.